Всем привет! Продолжаем знакомиться с работами художников Антон Лемден, австрийский художник, рисовальщик и гравер. Я пользуюсь переводной википедией. Родился 2 января 1929 года, умер 7 августа 2018. Лемден был соучредителем вместе с Эрнстом Фуксом, Рудольфом Хауснером, Ариком Брауэром и Фрицем Яншко в Венской школы фантастического реализма. После 1945 года поселился в Вене, учился в Венской академии художеств. В 1948 был представлен на выставках Венского арт-клуба, а также был представлен на многих международных выставках. Он преподавал в Стамбуле в 1962-1963 годах, а с 1971 по 1997 был профессором Академии изящных искусств в Вене. В период с 1947 по 1950 год участвовал в нескольких выставках и совершил важные для творчества поездки в Италию, когда были созданы его первые крупные произведения искусства. Ранняя работа Лемдена были вдохновлены его любовью к китайской пейзажной живописи, и его внимание было в основном сосредоточено на лирическом моменте пейзажа. Однако повторяющие темы в его более поздних работах это военные события и природные катастрофы, взрывные и выразительные сцены, мифические темы, космические сны и апокалиптические видения на протяжении десятилетий и в постоянно меняющихся вариациях. Травматический военный опыт обрабатывается в изображениях на такие темы, как Пантершлас. В этих работах он так и использует элементы архитектуры, памятник древнего мира, который Лемден изучал во время своих многочисленных путешествий. Работы Лемдена широко выставлялись в Италии, Австрии, Японии, США, Германии, Турции и Польши. Он спроектировал станцию метро в Вене в 1991 году, церковь в Стамбуле, принадлежащей колледжу Святого Георгия. В 1999 был назначен почетным гражданином города Дойч Кройц. Это коммуна в Австрии в федеральной земле Рогенланд, где он перепланировал приход. В 1984 был достроен премии Лоиса Коринфа. Умер 7 августа 2018 года в возрасте 90 лет. Кстати, в 1966 он приобрел замок в стиле Ренессанс в городе Дойч Кройц, который был с тех пор реставрирован. Там сейчас проходит летняя школа живописи Лемдена и он открыт для посетителей. Вот так вкратце все то, что я нашел в переводной википедии о австрийском художнике, рисовальщике, гравюре Антоне Лемдене. Все, пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok